Поминание Аллаха Поминание Аллаха Поминание Аллах Мы знаем, что иранцы в ту эпоху были огнепоклонниками, и у них горел огонь, как вот сейчас у нас, той же самой, одинаковой, вечный огонь, так называемый, который горит, не погасает день и ночь, и они также поддерживали на протяжении тысячелетий этот огонь, он горел в центре Большой Залы, и этому огню они поклонялись, и в день, в час, в минуту рождения пророка Мухаммада, этот огонь погас. А церкви стоящего озера Сава разрушились после того, как его вода ушла в землю, то есть было еще озеро такое, откуда брали воду, очень чистое было озеро и почти круглой формы, как шар такой, круглой формы, и вот вода из него внезапно очень быстро ушла под землю, а церкви они разрушились. Все эти сообщения приводят Аль-Байхаки. Когда мать родила его, она сразу же послала человека к его деду, Абдальмутталибу. Это его дед, Абдальмутталиб, знаем, что его отец не дожил до рождения сына пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, и главой семьи считался его дед Абдальмутталиб. Абдальмутталиб пришел, взял его и принес к Аббе, где обратился к Аллаху с мольбами и словами благодарности, после чего избрал для него не имеющего широкого распространения в их среде имя Мухаммад. То есть тогда еще не было распространено это имя Мухаммад, а история этого имени такова, когда он, этот дед Абдальмутталиб, еще двое его друзей ехали с торговым караваном, им повстречалась колдунья-прорицательница и спросила, откуда вы? Они сказали, мы из Мекки, из рода Курайш, и она воскликнула, из вашей среды, из вашего рода выйдет пророк, и имя ему будет Мухаммад. И тогда каждый из них захотел назвать первого своего сына Мухаммадом, а так, как Абдальмутталиб в того времени был уже стар, и у него не было детей, сыновей, и первым он назвал внука Мухаммадом. И те также, его друзья, также назвали своих детей потом Мухаммадами. Поэтому это имя было очень редким, что значит, ну вы знаете это, восхваляемый, да? А на седьмой день сделаем обрезание, как это было принято среди арабов. Сунное обрезание восходит к нашему праотцу Ибрахиму, алейсалям. После его матери первая женщина, которая кормила ее своим молоком, стала вольноотпущенница Абуляхаб. Абуляхаб, это его дядя по имени Сувайба, одновременно с ним кормивший также своего сына по имени Масрух. До него она выкормила Хамзу бин Абдальмутталиб, это дядя, шахид, иншаллах, шахид, на пути Аллаха, очень смелый человек, мы, иншаллах, про него тоже отдельно поговорим. А после него Абусаляма бин Абдальасад аль Махзуми. И среди оседлых арабов был такой обычай. Они отдавали своих детей на кормление кормилицам в пустыню. Для чего? Потому что они очень дорожили своим языком. И очень почитали свой язык и поднимали свой язык. Сейчас смешение языков идет, а тогда арабы так не поступали. И очень свой язык берегли. И у них был почет языка, и почетом пользовались те люди, кто обладал красноречием, кто мог изъясняться стихами. И для этого они отправляли своих детей в пустыню. Почему? Потому что в Мекку приезжали, как и сейчас, и в то время, очень много народу, которые совещали паломничество. А эти люди приходили практически со всего полуострова Аль-Джазира. И поэтому у них тоже были диалекты. Вот чтобы эти диалекты не смешивали с их чистым, красивым арабским языком, они свои детей отдавали в пустыню на воспитание. Потому что знали там корень этого чистого арабского языка. И дети ихние, взяв основу, уже потом не теряли этот язык. И вот так же было с нашим посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Так же они еще боялись, что их дети заразятся. Потому что люди приходили издалека, приносили разные болезни, многие умирали. И сейчас в Мекке, нечего, если кто был или поедет, там каждую практически секунду чихают, кашляют, если в мечети вы будете, там постоянно слышно. И это чудо тоже Аллаха, хочу заметить, Аллах, саллаху алейхи вассалям, бережет этот город. Столько микробов болезней смешивается, и практически ни с кем ничего не случается. Это тоже чудо Аллаха. И Абдул-Муталиб стал искать для посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, молочных братьев. И в конце концов нашел для него женщину из племени Бану Саад бин Бакар по имени Халима бин Дабузуаиб. Его мужа, принадлежащего к тому же племени, звали Аль-Харис бин Абдул-Уззе. Но известен он был по прозвищу Абу Капша. Так у посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, появилось несколько молочных братьев-сестер, которым стали Абдуллах бин Аль-Харис, Аниса бин Аль-Харис. Тут перечисляется, его дядя Хамзу бин Абдул-Муталибы также выкормили в племени Бану Саад бин Бакар. Его кормилица Суваева кормила посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, когда он находился у своей кормилицы Халимы. Таким образом, Хамза является молочным братом посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, по двум линиям, со стороны Суваевой и со стороны Халимы, с племени Бану Саад. И также является его дядей. И Халима увидела удивительный свидетельство того, что посланник Аллаха был благословенным ребенком. И давайте послушаем, что она рассказывает. Ибн Исхак сообщает, что она рассказывает о том, что в свое время она вместе со своим мужем и сыном младенцем, который она кормила грудью, в числе других женщин из племени Банусааб бин Бакар, выехала из своего селения, чтобы поискать детей, которые нуждались в кормилице. И она сказала, что это было в голодный год, когда у нас ничего не осталось. Я сидел на своей светлой ослице, и с нами была также наша старая верблюдица, которая, клянусь Аллахом, не давала ни капли молока. Кроме того, по ночам мы не могли спать из-за нашего ребенка, плакавшего от голода, так как моего молока ему не хватало. А у нашей верблюдицы его вообще не было. Мы постоянно просили о дожде и облегчении. Я ехал на своей ослице, не сходя с нее. Другим же приходилось тяжело, так как они были слабы и страдали от голода. И эта ослица была такая тощая и старая, что она плелась еле-еле сзади всей делегации. И в конце концов мы добрались до Мекки и стали искать детей, которых нужно было кормить. Среди нас не было ни одной женщины, которая не отказалась бы от послания к Аллаху, когда ей предлагали его. И все женщины говорили, что он является сиротой. Причина была в том, что мы надеялись на вознаграждение от отца ребенка. И мы говорили, сирота, что могут сделать его мать и его дед, не желая брать его из-за этого. То есть они хотели денег, так как думали, что за сироту вообще никто ничего не даст. И поэтому они отказывались все брать его. Через некоторое время все приехавшие со мной женщины нашли себе питомцев. Но мне так и не удалось сделать этого. А когда мы уже были готовы двинуться в обратный путь, я сказал своему мужу, клянусь Аллахом, не хочу я возвращаться без ребенка, единственный среди моих подруг. И клянусь Аллахом, я обязательно пойду к этому сироте и возьму его. И он сказал, не будет ничего дурного, если ты сделаешь это. И может быть Аллах благословит нас благодаря этому. После этого я пошла и взяла его. Но сделала это лишь потому, что не нашлось никого другого. Собрав ребенка, я вернулась с ним к своим спутникам. А когда поднесла его к груди, оказалось, что молока там для него вполне достаточно. То есть уже баракат пошел. И он напился досада, а вместе с ним досада напился его молочный брат, после чего оба заснули. Тогда как до этого мы не могли спать из-за его крика. А потом мой муж подошел к нашей старой верблюдице и оказалось, что у нее много молока. Он подоил ее и мы напились волю, а потом хорошо выспались. Наутро мой муж сказал, клянусь Аллахом, о Халима, знаешь, что ты взяла благословенную душу. А я сказал ему в ответ, клянусь Аллахом, я очень на это надеюсь. После чего мы двинулись в путь. Я вместе с этим ребенком сидел на своей ослице, которая двигалась так быстро, что ослы других людей не могли угнаться за ней. И мои спутницы, другие женщины, стали говорить мне, о дочь Абу Зуваева, горе тебе, подожди нас. Разве это не та же твоя ослица, на которой ты уехала из дома? То есть там еле-еле двигалась, а это прям реактивное стало. Я сказал им, да, клянусь Аллахом, она самая. Тогда они сказали, клянемся Аллахом, что-то с ней происходит. А потом мы добрались до наших домов, находившихся там, где обитало племя Банусаат. Я не знаю, земли более бесплодны, чем это. Но после того, как вы привезли его, мои овцы стали по вечерам приходить ко мне сытыми. То есть там ничего не было. Голая земля. И в имя каждой овцы было полным. А мы доили и пили молоко, тогда как никто другой не мог надоить и капли молока. Ибо у их животных его не было. И наши соплеменники говорили своим пастухам, горе вам, пасите там, где пасет животных, пастух дочери Абу Зуайба. Но их овцы все равно приходили вечером голодными и не давали молока. А мои овцы возвращались сытыми и хорошо доились. И в течение двух лет мы получали от Аллаха все больше и больше и видели только благо. А потом я отняла его от груди. Року Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Он рос непохожим на других детей. И к двум годам был уже плотным мальчиком. То есть отличался даже своим телосложением, что был намного больше, чем другие дети. А после этого мы повезли его к матери, желая, чтобы он и дальше оставался с нами. Так как мы видели, что он принес с собой благо. Мы поговорили с его матерью и я сказал ей, может быть ты оставишь у меня своего сына, пока он не подрастет. Ибо я боюсь, что он заразится мекканской болезнью. И мы уговаривали ее до тех пор, пока она снова не отпустила его с нами. Мекканская болезнь, это те болезни, которые приносят вот эти вот люди, которые приходят в паломничество. Итак, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, остался в племени Бану Саад. А когда ему исполнилось 4 года, произошло событие. По некоторым другим реветам 5 лет, сообщается. Произошло событие, связанное с рассечением его груди. Имам Муслим, рахимуллах, приводит хадис, в котором со слов Анаса, ради Аллаха, сообщается, что однажды, когда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, играл с другими детьми, к нему явился ангел Джибраиль, алейхи вассалям. В другом ревете их было двое. Который схватил его, повалил на землю, рассек ему грудь, достал сердце, излег оттуда сгусток крови и сказал, это удел шайтана в тебе, нафс, который у всех у нас есть, вот этот вот сгусток черной крови. А потом омыл его водой замзама в золотом тазу, после чего соединил края сердца и вернул его на прежнее место. Дети прибежали к его кормилице и сказали, Мухаммада убили. А потом все они бросились к нему, но увидели, что изменился только цвет его лица. Он даже стал красивее, чище. Вот этот нафс, это вот и есть самый главный джихад наш, вот с этим уделом шайтана бороться. Правда, Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, по милости Аллаха, был лишен вот этого нафса, это было облегчение для него. После этого происшествия Халима так испугалась за ребенка, что вернула его обратно матери, с которой он жил до тех пор, пока ему не исполнилось 6 лет. По другим ревертам, где-то 8 лет. Желая почтить память покойного мужа, Амина решила навестить его могилу Ястреби. Ястреб это старое название Медины. Она выехала из Мекки для того, чтобы преодолеть 500 км пути, и вместе с ней находился ее осиротевший сын Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, ее служанка Умм Айман и ее опекун Абдул-Муталиб. Там она провела месяц, а потом двинулась в обратный путь, но уже скоро заболела и умерла в Аль-Абве, находящемся между Меккой и Мединой. После этого Абдул-Муталиб вернулся с пророком Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям, в Мекку. Его сердце было охвачено жалостью по отношению к его осиротевшему внуку, которая постигла новое несчастье. Он относился к ребенку с большой нежностью, чем к любому другому из своих детей. Никогда не оставлял его в одиночестве и отдавал ему предпочтение перед своими сыновьями. Ибн Ахишам сообщает следующее. Обычно для Абдул-Муталиба расстилали подстилку в тени Кабы, потому что он пользовался уважением, он был главой Курашитов, и люди относились к нему с уважением, и специально место ему стелили в тени Кабы. А его сыновья усаживались вокруг этой подстилки, пока он не выходил к ней, и никто из них не садился на нее из почтения к нему. Но когда приходил посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, он садился на нее. И братья его отца забирали его оттуда, дяди то есть. Но когда это видел Абдул-Муталиб, он говорил, оставьте этого моего сына, ибо, клянусь Аллахом, он добьется многого. А потом усаживал вместе с собой на эту подстилку, гладил по спине и радовался тому, что делал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Однако, когда посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, исполнилось 8 лет, 2 месяца и 10 дней, его дед Абдул-Муталиб умер в Мекке, посчитав нужным перед смертью поручить заботы о своем внуке, его дяде, и брату его отца, Абу-Талибу. И Абу-Талиб заботился о своем племяннике наилучшим образом. Он присоединил его к своим собственным сыновьям, отдавал ему предпочтения перед ними, относился к нему с большим уважением, высоко ценил его и всячески поддерживал более 40 лет. Он обеспечил ему свою защиту, дружил с теми, кто хорошо относился к нему, и вел за него войны или же ссоры с теми, кто обижал его. И даже Абу-Талиб был бедный, даже на столе у него было мало еды, его дети набрасывались на эту еду, и ничего пророка Мухаммада не оставалось, потому что он был маленький и слабый. Тогда Абу-Талиб сделал так, что первым шел Мухаммад, брал себе кусок, а после него уже остальные дети. Это вот что касается детства пророка Мухаммада. А так, из еще очень интересного, хотел бы вам сообщить, перестройка священной Кабы. Когда посланник Аллаха, саллаху, алейхи вассалям, достиг 35 лет, курашиты собрались перестроить Кабу. Вот почему она в таком виде, как сейчас находится, в половинчатом. Они намеревались покрыть ее крышей, потому что боялись ее разрушения. Она представляла собой сложные друг на друга скальные камни, выше человеческого роста. То есть крыши у нее не было. Они хотели поднять ее и сделать над ней крышу, потому что некоторые люди украли сокровища Кабы. Они обычно хранились в колодце внутри Кабы. Это все приводит Ибн-Хишам. То есть внутри Кабы был колодец, там хранились подарки, дары, которые паломники приносили с собой Мекку, но крыши над Кабой не было. И сокровища нашли у Дуэйки. Такой человек был вольноотпущенник рода Бану-Мулайх, из племени Хуза. Ибн-Хишам сказал, курашиты отрубили ему руку. Море выбросил на берег вблизи джидды корабль одного из купцов Византии. Корабль разбился. Взяли из него деревянные части, чтобы сделать из них крышу для Кабы, потому что леса вокруг Кабы нет, и они думали, из чего же сделать. И по воле Аллаха корабль разбился, доски остались, и они решили сделать из этого корабля крышу. И в Мекке был некоторый копт. Копты, если вы знаете, из араба-христиани, они называются коптами. Христианин-араб, он копт. И он был плотник. Он изготовил для них то, что им было нужно. А в колодце Кабы жила змея. Туда бросали каждый день пищу для нее. Змея грелась на солнце на стене Кабы, и они ее почитали, курашиты. Кто бы к ней не приближался, она поднимала голову, шипела и открывала пасть. И они ее боялись. Однажды змея, как обычно, выползла и грелась на солнце на стене Кабы. И Аллах спонатально послал к ней птицу. Она схватила змею и унесла ее. Курашиты сказали, мы надеемся, что Аллах согласился с тем, что мы хотим сделать. У нас есть хороший работник. У нас есть дерево. Аллах избавил нас от змеи. И когда решили разобрать ее и вновь построить, Абу-Вахв ибн Амр подошел и снял с Кабы один камень. То есть простой камень взял, снял ее. Камень соскочил с его руки и вернулся на свое место. Он сказал, о собрание курашитов, Используйте в ее строительстве только то, что вами добыто добром. Халяль. Нельзя использовать в ее строительстве то, что добыто неправедным путем, Ростовщичеством и притестением кого-нибудь из людей. Даже мушрики понимали, что в этом нету блага, в этом нету хайра. А сейчас в наше время люди что делают? Харам зарабатывает, потом хочет дать садака, чтобы ему считала халяль. Вот надо брать пример мушриков, которые понимали, что в этом нету блага, нету барракята. Потом курашиты разделили Каабу. Выломать дверь выпало на долю Бану Абдманаф и Зухры. Место между Черным углом и Еминским углом на долю Бану Махзум и племени курашитов, которые к ним присоединились. Задняя часть Каабы досталась племени Бану Джумах и Бан Амр и Сах и Бан Амр. А вместо Аль-Худжир пришлось на долю Бану Абддар, Бану Асад, Бану Ади. А вся эта часть называется Аль-Хатим. Потом люди испугались разрушать ее. Аль-Валет, сын Аль-Бугири, сказал, я первый начну разрушать Каабу. То есть никто не решался подойти и первым взять камень снять или киркой и стукнуть по нее. Он взял кирку, потом подошел к Каабе и говоря, о боже, мы хотим только добра, у нас нет в мыслях ничего дурного. Потом он ее разрушил со стороны двух углов. И люди выжидали в эту ночь. Они сказали, посмотрим, если с ним что-то случится, то ничего не будем разрушать и вернем все как было. Если же с ним ничего не случится, это значит, что Бог согласен с нашим действием и мы разрушим. Аль-Валет встал после ночи и отправился на свою работу. С ним ничего не случилось. И он стал разрушать и вместе с ним начали разрушать и другие люди. Пока они разрушили до фундамента, заложенный Ибрахимом, алей-салям. Дошли до зеленых камней, похожих на горб верблюды, как бы спаянных друг с другом. Вот Ибн Хишам приводит, что фундамент Каабы из зеленых камней, это фундамент, заложенный Ибрахимом, алей-салям. И он стоит не тронутый, его никто не тронул. Ибн Хишам также передает, мне рассказали, что курачиты обнаружили в колонне Каабы письмо на среднеассирийском языке и не знали, что это такое. Пока не прочитал его им один иудей. Вот оно. Я Бог, владелец Мекки. Я создал ее в день, когда создал небеса и землю. Засветил солнце и луну. Я окружил ее семью чистейшими ангелами. И она будет, пока будут стоять две горы ее. Благословение жителям ее в воде и молоке. И дальше передается, что они нашли вместе в храме под названием Аль-Макам письмо, в котором было написано. Мекка, священный дом Аллаха. К ней пища придет тремя путями, которых не разрешит первый из ее жителей. Вот эти два письма были найдены. Потом племена Курашита собрали камни для строительства Каабы. Каждое племя собирало камни отдельно. Потом они построили ее, пока строительство не дошло до черного камня. И они заспорили за него. Каждое племя хотело поднять его на свое место без других племен. То есть черный камень поставить в угол, это большой почет. И мы столько племен перечислили, которые жили в Мекке. И каждое племя хотело само взять, поднять и поставить камень собственноручно. Начали вести переговоры. Договариваться и подготавливаться к войне. Люди из пленок Бану Абдар принесли сосуд, наполненный кровью. Вот одно племя принесло сосуд. Потом другие племена Абдадар и Адли заключили межсцевой договор выступать вместе вплоть до смерти. Опускали руки в этот сосуд кровью и облизывали. Отсюда стали их называть облизывающей кровью. И в таком положении Курашиты провели 4 или 5 суток. То есть они поклялись кровью, что никто кроме них этот камень не поставит. А если будет ставить, то начнется война. И вот так прошло 4 или 5 дней. Обстановка была очень напряженной. Потом они собрались в мечети и стали советоваться и спорить. И некоторые рассказчики утверждают, что Абу Умайя Ибн Аль-Мухира, который был в том году самым старшим по возрасту среди Курашитов, сказал, о собрании Курашитов, пусть рассудят вас первые вошедшие в дверь этого храма. Они так и сделали. И первым вошедшим человеком был посланник Аллаха Саллаху Алейхи Васалям. Когда они его видели, сказали, Аль-Хамду Лилля, это Алямин. Алямин, это значит достойное доверие. Это второе имя пророка Мухаммада Саллаху Алейхи Васалям. Амин. И это Мухаммад затем добавили. Когда он подошел к ним, ему рассказали об этом деле. И пророк Мухаммад Саллаху Алейхи Васалям сказал, принесите мне ткань. То есть большой кусок ткани. Его принесли ее. Он своими руками взял черный камень и положил его на эту ткань. Потом сказал, пусть каждое племя возьмется за одну из сторон ткани. И потом подними его все вместе. То есть, Аль-Хамду Лилля, вот так разрешил этот спор. Как будто вот этой тканью все племена поднимают этот черный камень. Они так и сделали. И когда донесли камень на свое место, сам пророк Мухаммад Саллаху Алейхи Васалям взял этот камень и собственноручно вложил руками в стенку кабы и обмазал его раствором. Но Ибн Хишан продолжает. Средства, как мы уже сказали, собирали только халяльные чистые, добытые праведным путем. Эти средств не хватило. И поэтому каба сейчас стоит не на своем месте. Вот Хидж Ратули Смаиль, который есть полукруг, он тоже есть стена кабы. Эта каба должна была быть там, но так как куражиты были даже честнее, чем многие сейчас живущие люди, они не использовали харам средства и на те средства, которые добыли, праведным путем построили то, что смогли. И вот это как раз таки хватило на сегодняшнюю кабу. А так она должна быть полукруглой и еще длиннее. Но сейчас она квадратная почти, и не такая полукруглая. И там просто оставили такой бортик, где-то метра тридцать, полтора метра, чтобы было указание, где же находится основная стена кабы. Это что касается перестойка кабы. В будущем, конечно, это очень сильно менялось. Несколько раз этот черный камень выламывали, воровали его, увозили его, на остров Бахрейн переправляли. Но это уже отдельная история. И в конце концов этот черный камень раскололся. Сейчас куски его собраны, они в растворе, и вот в таком серебре находятся. Цельного черного камня там уже нет. Вот это что касается перестойки кабы, которая случилась до неспослания пророчества Мухаммада саллаху алейхи вассалям. Продолжение следует...